Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось немножечко определиться с тем, что за специальность у вас такая. Если мне не изменяет память, то официант не продает блюда и не уговаривает гостей, и не убедает гостей. То есть официант просто предлагает услуги и осуществляет выбор клиентов. Иногда официант помогает выбрать. Такое бывает. Но помогает выбрать, например, как правило, фирменное блюдо. Или у нас, например, особенные, допустим, скажем, крылышки, или особенные фаршированные помидоры или что-то такое. То есть официант предоставляет ту информацию, которая не написана в меню. Например, если клиент говорит, что он хочет какое-то блюдо, то вы можете сказать, что к этому блюду очень хорошо, например, белое вино или еще что-то. То есть показать клиенту свои знания, внимательность и желание именно, чтобы ему было хорошо. То есть нужно, чтобы клиент увидел, что вы ориентированы на его выгоду, на его благополучие, на его удовольствие. Если вы видите, что человек не очень, например, богат одет или что-то еще, то, соответственно, не стоит рекомендовать какие-то дорогие блюда. Или говорят, что у нас вот есть там скидка на какую-то, допустим, на какую-то закуску или какой-то напиток, в зависимости от того, есть ли у вас это или нет. Значит, вот в идеале хороший официант – это тот, кто в процессе заказа клиента не оставляет его надолго одного. То есть пока заказ весь не приносится, да, если вы не видите только, что это человек, который работает, да, то есть, ну, пришел, наверное, с ноутбуком или там с планшетом и работает. Для него это рабочий, как бы, обед, ужин, завтрак, ланч и так далее. Или это романтичная пара или просто супружеская пара, которые, в общем-то, ну, которые явно хотят помыть друг другом. Соответственно, клиенту нужно чувствовать заботу, то есть, обязательно нас празднуем, все ли вас устраивает, все ли у вас хорошо, все ли вам нравится, если что, обращайтесь ко мне, я вам помогу, там, и так далее, и так далее. Вот. Вот эти вещи, значит, заботливость, вежливость, обязательно вежливость, отзывчивость, и, соответственно, в меру разговорчивость, если клиент хочет с вами обсудить, какое блюдо лучше взять, да, то есть, вот вы их, ну, сразу предлагаете, там, три варианта, да, говорите, что это подорожнее вариант, это подешевле вариант, ну, и так далее, вот. И, соответственно, чем больше вы рассматриваете именно индивидуальные какие-то потребности человека, да, тем лучше клиенты, как бы, к вам относятся, тем больше они вам доверяют. Я не очень понимаю, как вообще укладывается в работу официанта продавать блюда, потому что я прихожу, я хочу получить, как бы, то, что я выбрал, а не то, что мне продают. И в чем именно вы собираетесь убеждать гостей, не очень я в этот момент понял, если честно, потому что, ну, я в таких заведениях пыл, я не могу сказать, что я прям знаком с бизнесом, вот. Но я не могу вспомнить, чтобы официанты когда-то меня в чем-то убеждали, чтобы они мне пытались что-то продать, они мне рекомендовали, бывают, говорят, что вот, например, там, очень вкусный, там, напиток или очень вкусное блюдо, это да. И это вы можете сказать, наблюдательно, как бы, раскрыв достоинство этого самого блюда, вот. Но это не убеждение и не продажа, это просто сведение, потому что здесь ведь дело вкуса, и вы можете рекомендовать человеку вкусное блюдо, да, действительно вкусное блюдо. Но он может просто его не любить, и, как бы, что здесь поделать. Поэтому, я не знаю, вот, уметь продавать блюда и убеждать гостей, это странная уверенность, что это к деятельности официанта относится. Ничего не путать, потому что, ну... Как правило, мне он сам выбирает, что ему нужно. Вот. Поэтому, с точки зрения психологии, хороший официант, это тот, который сам любит еду, это который ориентируется на потребности и такие, ну, это с опытом приходит, финансовые возможности клиентов, да, то есть не ставит его в неловкое положение, например. То есть, если богатый человек, допустим, то, соответственно, ну, если вы видите, что он богатый одет, там, и так далее, это только с опытом приходит. Ну, или вы можете сами изучить, там, бренды одежды, что-то еще, респектабельность, то предложить такому человеку блюдо, например, слишком дешевое, будет оскорблением. Предлагать человеку, там, грубо говоря, ну, помимо, вот, знаете, тут важный момент, что иногда бывает, тот человек, ну, как бы, специально хочет скрыть свое состояние, благосостояние, да, тут как бы не угадаешь, ну, вот. Но, тем не менее, исходить нудно из, ну, как бы, вот, несколько вариантов. Это самый бесстреливший вариант, да, то есть ориентация на индивидуальные потребности, удовольствие от еды, то есть вам, как бы, ну, вот, вы прямо получаете наслаждение от того, что, как бы, разговариваете о еде, да, там, обсуждаете еду, предлагаете, вот. И клиенту должно быть с вами спокойным. То есть он должен знать, что вы рядом, что вы помоете, что вы его не обнесете, что вы его не обделите, что вы его не обдерете, да? Вот, ну, и, да, важный момент, исходить нужно из того, на какую аудиторию нацелен ресторан. То есть, по большому счету, у каждого ресторана есть своя аудитория. То есть, какие клиенты больше всего, ну, чаще всего приходят в заведение. То есть, кто? Рабочий класс, семейные пары, там, ну, вот эта вот вся история. А это нужно обязательно учитывать, так вам будет легче и, соответственно, вы будете знать, как сами, вы будете сами знать, что вам, грубо говоря, ну, на что ориентироваться, да? Вот. Это вот обязательно, обязательно. Что еще? Значит, уведливость и стрессоустойчивость, да? То есть, ну, непринятие на свой счет, вот, значит, того, что может говорить клиент вам. Например, то есть, вот он может на вас, на нас, например, да? Он может на вас, там, на перчатку, может быть, просто быть злым и так далее, да? И очень важно, чтобы вы не воспринимали это на свой счет. Очень важно, чтобы это вы воспринимали исключительно, ну, вот, как особенность клиента и что дело не в вас. Некоторые клиенты могут даже пофлиртовать, ну, немножко, да, там, вот, там, мужчины какие-то. И к этому нужно относиться спокойно, то есть, отвечать, может быть, на легкий флирт, но не задерживаться, особенно если у вас есть другие клиенты, да, и, соответственно, извиняться вежливо перед человеком. Вот, и, как бы, уходить, и потом обязательно, обязательно, как бы, еще раз подходить, да, то есть, вот, как бы, внимание, да, уделять. Вот. Ну, клиенту нужно нужно внимания. Клиенту нужно внимания, и клиенту нужно ощущение, что он действительно клиент. То есть, ему нужно ощущение, что любое его желание будет исполнено. Вот. В мелочиях, там, и так далее. Можно, например, водой предложить. Если жарко, можно предложить водой. Либо если видите, что человек, ну, так, тяжело дышит, или у него, там, красное лицо, или что-то еще, вот, можно предложить водой. Ну, значит, ну, как я уже сказал, да, что самое главное, чтобы у него было внимание. То есть, чтобы он чувствовал себя на первом месте. Вот. В остальном, в остальном доброжелательность, любовь к работе, это да, но любовь к работе здесь несколько более сложно понять, на мой взгляд, потому что что именно можно назвать работой, да, что именно можно назвать работой. Здесь. То есть, обслуживание ли, или что-то еще. Понимаете? То есть, это, это, на мой взгляд, такое. Ну, достаточно важный момент, что вы сами для себя считаете работой. То есть, ну, что вы любите, да, что вам нравится, для чего вы пошли, например, именно туда. То есть, при вас сами определите, чего вам хочется. Вот. Вот. Самой. Потому что, если вы, если вы сомневаетесь, да, сомневаетесь, то учните, то есть, если вам не нравится сам процесс работы. Ага. Ага. В сфере. В сфере. А. У. 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 Если душа к этому не лежит, то, соответственно, лучше не стоит никак, в любом случае. И исходя из этого, можно говорить о том, что является для вас актуальным, важным, ценным и так далее. Повторяйтесь, все-таки определиться с этими моментами. И если вам все же не по себе, то лучше не надо. Для этого нужно все-таки иметь определенный спад характера. Поэтому для начала, если говорить о самом главном, то вопрос такой. Для чего вы хотите быть официанткой? Зачем вам это нужно? С какой целью вы хотите ей быть? И так далее. Вот это, пожалуй, является самым главным моментом. И если, соответственно, если найдутся какие-то аргументы против, если найдется какая-то вынужденность, то здесь крепко очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-крепко. Подумайте, надо оно вам или нет. Я думаю, именно так можно вам ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь ответить на дополнительные какие-то вопросы. И вообще удовлетворить ваше любопытство относительно того, чем вы собираетесь заниматься с точки зрения психологии. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.